Сейчас коротко о главных событиях. В Международном инвестиционном форуме в Сочи примут участие инвесторы из 25 стран. Компания Kiwi предлагает привязать российскую криптовалюту к энергоресурсам. Пополнение Китаем своих стратегических резервов, подешевевшей нефтью, не дадут нефти Brent упасть ниже 30 долларов за баррель. В Международном инвестиционном форуме в Сочи примут участие инвесторы из 25 стран мира. Форум состоится с 1 по 4 октября. Основная тема предстоящих обсуждений – пути возврата российской экономики к росту. Ожидается выступление председателя правительства России Дмитрия Медведева, который затронет вопрос импортозамещения. Что касается зарубежного участия в форуме, на сегодняшний день зарегистрировались участники из 25 стран мира, это и Европа, и Северная Америка. Для всех потенциальных инвесторов, кто хочет торговать с Россией, кто хочет вкладывать сюда средства, форум представляет повышенный интерес, сказал журналистом вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак. В дни работы форума в Сочи состоится также ранее проходивший в Латвии музыкальный конкурс «Новая волна» и затем гран-при «Формулы-1» в России. Компания «Киви» предлагает привязать российскую криптовалюту к энергоресурсам. Если бы мы привязали к криптовалютам какое-то обеспечение в виде энергоресурсов, которых у нас в стране много, такая криптовалюта могла бы стать расчетной, могла бы быть интересна, могла бы очень сильно конкурировать с тем же биткоином, потому как биткоин не обеспечен ничем, заявил генеральный директор «Киви» Сергей Солонин. Ранее сообщалось, что платежная система «Киви» намерена в будущем году начать эмиссию бит-рублей по аналогии с биткоином. Уже состоялись неформальные встречи компании с представителями Центрального банка. «Диалог с государством просто необходим для того, чтобы правильно выстроить системы гарантий», – сказал Солонин. Внимание! 23 сентября в 16.00 по московскому времени состоится выступление главы Европейского Центрального банка Марио Драги. Содержание речи главы ЕЦБ может впрямую повлиять на положение европейской валюты и открыть возможность заработка. Аналитики Джейпи Моргана и Национального банка Австралии предполагают в долгосрочной перспективе нисходящее движение пары евро-доллар. Следите за важными выступлениями, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Первое. Форекс-телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Продолжаем выпуск. Пополнение нефтяных запасов Китая второго по величине потребителя нефти может сдержать дальнейшее снижение цен на нефть, несмотря на то, что девальвация юаня в августе способствовала падению цен на нефть марки Brent примерно до 42 долларов за баррель. Согласно данным, Китай впервые в первые 7 месяцев этого года приобрел максимальный объем нефти для этого периода с 2012 года, который превысил суточную потребность страны примерно на 500 тысяч баррелей. Китай, пополняя стратегические резервы подешевевшей нефти, уберегает затоваренный рынок от еще большего падения, отмечает Центр глобальной энергетической политики Колумбийского университета. По мнению его сотрудника Колина Фентона, пополнение запасов Китая не даст нефти упасть ниже 30 долларов за баррель. Главный аналитик по сырьевым товарам Goldman Sachs в Нью-Йорке Джефф Карри также отмечает, что это дает рынку шанс на спасение от обвала до 20 долларов за баррель. Он считает, что китайский фактор будет поддерживать рынок до конца 2016 года. Профицит счета текущих операций в Швейцарии во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 6 млрд швейцарских франков, достигнув 18 млрд франков, свидетельствуют данные Швейцарского национального банка. Рост профицита счета текущих операций в значительной степени обусловлен снижением профицита расходов вторичного дохода. Профицит поступления от торговли товарами вырос на 1 млрд швейцарских франков, тогда как профицит в сфере услуг снизился на 1 млрд франков. Данные также показали, что профицит поступлений вырос на 2 млрд франков, а профицит расходов вторичных доходов снизился на 4 млрд франков. Чистый показатель финансового счета достиг 34 млрд швейцарских франков по сравнению с 18 млрд франков годом ранее. Глава Центрального банка Молдавии Дорин Драгутану в понедельник подал в отставку после того, как национальная валюта упала до минимального уровня за последние 7 месяцев. Банковский кризис стоил стране 1 млрд долларов – это восьмая часть объема ВВП Молдавии. Молдавский лей по отношению к доллару рухнул на 60%. На прошлой неделе премьер-министр страны Валерий Устрелит обратился к Центробанку с требованием воздействовать на ситуацию с курсом национальной валюты. Однако необходимые меры не были приняты, лей продолжал слабеть. В парламент республики поступила просьба об отставке от главы Центробанка и его заместителя. Драгутану сказал журналистам, пока парламент не примет решение, мы будем исполнять наши обязанности и вести переговоры с миссией МВФ, которая прибывает в Кишинев.